Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале ВМЗАП и с вами я, Роман. К нам сегодня приехал автомобиль АХ35 со штуком двигателя. Год выпуска у него 12-й, мотор стоит G4KD. Не могу при этом не упомянуть одну интересную историю. Когда концерт Mercedes-Benz заходил на российский рынок, они привезли с собой рекламу. А в 90-е годы, когда зарубежные компании входили на наш рынок, они очень часто делали следующее. То есть они брали готовый рекламный блок, просто его тупо переводили на русский язык и запускали весь на телевидение. Так вот, в Германии был такой рекламный лозунг у фирмы Гвинтвагер, что все лучшее начинается на Г. И они хотели его принести сюда, в Россию. Но там немцам объяснили, что в России не все лучшее начинается на Г. Так вот, здесь мотор G4KD. Поехали. Пробег у автомобиля 200, я не вижу, 209 тысяч. Ну достаточно много. 209 тысяч, короче, 914 километров. И обратите внимание, в таком идеальном состоянии находится как сам автомобиль, так и его салон. Владелец за ним очень тщательно следит. Здесь прям ни пылинки, ни соринки. Даже прям хочется руки помыть по этим. Нет, ну это приятно в одном случае с таким автомобилем работать, когда он приезжает. Ну вот, чистый, аккуратный. Ну и давайте под капот загадим. Ну он к нам приехал, он горячий уже. А жалоба-то была в том, что когда владелец позвонил, сказал, что у него двигатель стучит на холодную, ему сразу предложили, так не держать. Скорее всего, будем капиталить. Поэтому сейчас давайте хотя бы откроем топор, послушаем, как он. Он прогретый, но все равно послушаем, как он работает. А вот он, сука, слышим, хорошо. Да вообще капец. Тут даже я лучше вот эти перчатки сниму нафиг. Вот. Слышно, да? Вот он сейчас на горячее простукивает. И как все вымыто реально. Так вот, друзья, первое впечатление бывает обманчивым. Нет, то, что владелец следил за своим автомобилем, это безусловно. Но теперь, после того, как мы пообщались с ним, расскажу вам настоящую историю этого автомобиля. Значит, это первый владелец. Он на нем проехал все эти 200 тысяч, сколько там, на спидометре. Он до 170-180 тысяч менял масло каждые 7 тысяч. А после того, как у него двигатель начал стучать, вот вы это слышали, и появился жор масла. Масло он доливал примерно 1 литр на 3-4 тысячи километров. И, говорит, чем, если спокойно ездишь, то масло не доливаешь, начинаешь газовать или там поинтенсивнее эксплуатировать машину. Расход масла появлялся. И когда начались вот эти проблемы с двигателем на 180 тысяч километров, он масло перестал менять вообще. То есть, сейчас он на этом масле проехал 20 тысяч, но он туда его регулярно доливал. И получалось так, что за 15 тысяч у него это масло там обновлялось. Ну и сейчас подождем, пока немного остынет. Сниму двигатель, разберем, продефектуем и выясним причину этого стука и расхода масла. А еще самое главное, он жаловался на то, что не включается полный привод. Поэтому заодно посмотрим, что произошло с этим полным приводом. И еще одна немаловажная деталь. Машина владельцу очень нравится. И она настолько надежна, что он все эти, там сколько получается-то, 8 лет менял только, ну, обслуживание делал обычные там масла, фильтра и колодки. Вот недавно заменил тормозные диски. Поэтому машиной полностью доволен и удовлетворен. Давайте снизу с вами пробежимся, да? Интересный вариант достаточно попался, потому что, да, опять же, такой большой пробег. И никто ничего ни с подвеской, ни с чем не делал. Ни редуктор какой-то темноватый запотевает. Ну, вроде. А у нас же там нет ничего. Работает. Здесь селинблоки в достаточно хорошем состоянии. Потрескавшиеся, ну, понятно, там за 8 лет. Должны потрескаться. Здесь тоже все живое. Ну, никто и не жалуется на стуки. Здесь тоже селинблоки, смотрите, живые. Кое-где там потрескалось. Вон там он особенно. Вон, что-то небольшой надрыв есть. Но в целом... И у этих автомобилей, вообще, АХ-35 достаточно удачная модель у Хендая. Никаких проблем таких особых или косяков каких-то явных на понизу у них не бывает. Подвеска ходит долго. Единственное, это общеизвестные проблемы со всеми Хендаями, Икеа, это моторы и обслуживание полного привода. Что мы с вами здесь и наблюдаем? Опять же, подвеска вся хорошая, рулевые, шаровые опоры все. Он даже не люфтят ни разу. Все хорошо. Ну, естественно, за 200 тысяч кончился полный привод и мотор застучал. А так, в принципе, хорошая автомобиль. Стойки стабилизатора тоже... Ой, живые. Никаких люфтов нет. Амортизаторы сухие все, кстати, по-моему, да? И по кузову, вот обратите внимание, да, здесь вот машина не бита, не крашена, но нигде никакой рапчины нет. Пороги защищены накладками пластиковыми, но из дверей точно так же защищен. Здесь тоже амортизатор сухой, да, но мы снизу там снимали подвеску. И здесь тоже, обратите внимание, да? Хоть и не защищено ничего, ну, накладками никакими, ничего не песка строится, все целое, не облезло. Даже вот здесь видно, смотрите, царапины не ржавеют. То есть по кузову, в принципе, крупных проблем у этих машин нет. То есть они выхаживают долго и счастливы. Единственная проблема, да, обслуживание полного привода и моторы. А так вполне себе отличные машины без недостатков. То же самое, все сухо, пыльник целый, да, ничего с ним не случилось. Видно, что он ржавый, конечно, за все это время, но тем не менее рабочий. Точно так же арки, крылья целые. Ничего не отпискостроено. Но опять же, большое дело изменит пластиковую защиту порогов и низа дверей. То, что там попадают камни, они не повреждают окрасочные покрытия. В этом плане корейцы молодцы. Здесь точно так же стойка сухая. Стабилизатор тоже идеальный. Все пыльнички, смотрите, целые. 12-го года машина. Все хорошо. Стойки, стабилизатор, вообще вечные. Диски. Да, богороделец сказал, что он диски новые поставил. Выработки нету. И колодки новые стоят, видите. Все обслужено, все резиночки целые. Машина отвечает взаимностью. Но, правда, есть детские болезни, которые успешно лечатся. Единственное, только повторюсь, что владелец сказал, что он делал вовремя ТО первые 180 тысяч. Ну вот, результат этого мы видим. Ну что, ждем дефектовки двигателя. Сняли двигатель. Вот он стоит у нас как раз на тележке. Только-только Юра его опустил. Давайте с вами посмотрим. Внешне владелец еще и жаловался, что у него откуда-то отсюда подтекала охлаждающая жидкость. Но сейчас тут сложно сказать, откуда это не видно. И говорил еще, что не работает полный привод. Обратите внимание, да, владелец 200 тысяч практически проехал на этом полном приводе, ни разу его не обслужив. И вот эта вот окалина, которая здесь вываливается, это куски шлицового соединения. Лучшее, как коленка. Поэтому сейчас мотор дальше разберем. Мы пойдемте в угловой редуктор посмотрим. Абсолютно то же самое здесь можем наблюдать с вами. Видите, шлицов нет. И вот промежуточный вал точно так же ни разу не обслуживался. Вот что удивительно, да? Раз, когда человек любит свою машину, намывает, начищает ее, но не обслуживает, она у него все равно прошла 200 тысяч и накрылась. Вот так вот. Радно, давайте дождемся, дальше разберем мотор. Ну, разобрали мы двигатель. Давайте подведем кратенький итог. С головкой у нас все хорошо. Она нормальная. Масляного голодания в ней не было. Износа в ней тоже нет. Но она будет, тем не менее, отремонтирована. Клапаны будут протертые, колпачки мы совсем не будут заменены. Валы распределительные. Сейчас, минуточку, я вам принесу, покажу. Вал подробно останавливаться на них не будем. Они, в принципе, всегда нормальные. Редко испытывают проблемы с масляным голоданием. Вот. Все шейки ровные, хорошие. Кулачки тоже нормальные. Проблем тут никаких нету. Отложим в сторону. И забудем на время об этом. А что же явилось причиной стука? А причиной стука тут явилось, как нам всем хорошо известно, это общая проблема этих двигателей. Вот они, задиры на поршнях. Горячая сторона. Один цилиндр, второй цилиндр, еще один. Это, видимо, первый, самый хороший. Это четвертый. Попутались. Все равно будут меняться и поршни. И, естественно, обратите внимание, хоть владелец и заливал сюда хорошее масло, и менял его регулярно, да, каждый там 7 тысяч, но все равно через там на 170 тысячи у него все равно появился стук. И здесь, если посмотрите, точно такой же дефект при задирах на стенках цилиндров. Кольца маскосъемные залегли. Видите? На всех цилиндрах они не работают. Если компрессионные болтаются, маскосъемные мертвые. Здесь тоже самое лежит. Масло жор был, конечно же, тоже из-за, ну, во-первых, и кольца залегшие, во-вторых, задиры на цилиндре были достаточно большие. Давайте перейдем к глубоку. Возьмем крупный измерительный инструмент, грубый, пальцометр. Первый цилиндр более-менее нормальный. Ну, вот они здесь даже чувствуются пальцометром. Здесь они есть прям как шершавые. Ну, и здесь, соответственно, вообще беда. Вкладыши тоже имеют износ. Но здесь стук был не из-за вкладышей, стук был из-за поршней. Но в любом случае на коренных вкладышах имеются следы износа. Не критические, но имеются. Вот они, видите? Начало положено. Это у нас корень второго подшипника, второй шейки. Первый нормальный. Особенно сильно подношены коренные на четвертой шейке и на пятой. Видно, да? Но сам вал задиров не имеет. Он хороший, более твердый, чем вкладыш. А шатунные вкладыши у нас изношены. И подлежат замене. И владелец не хотел их менять, но это так оставлять нельзя. Видно, да? Мы так поставим. Все вкладыши имеют износ. Если их оставить, то впоследствии это скажется на ходимости двигателя. Мы не оставляем такие вкладыши. Даже если владелец не хочет его менять, но категорически рекомендуется. Единственное, что отказался от замены масляного насоса. Но, зная ресурсы этих двигателей, этих насосов, ну не захотел они вкладились. Ну что мы тут можем сделать? Не обяжешь. И на поршне тоже, видите, имеется большой нагар. Он даже сыпется из-под пальца. Поэтому, откуда возникают задиры? Ну, понятно, что просто так этот задир здесь не образуется. А образуется он здесь из-за того, причина одна. Отсутствие масла и смазки между стенкой цилиндра и юбкой поршней. Поэтому все зависит от качества масла. Но в любом случае, даже вот повторюсь уже, да, владелец менял каждые 7 тысяч это масло в течение 170 тысяч километров пробега. И она у него все равно задрала. Вот что ты тут хочешь, что и делай. Поэтому владельцу будет рекомендовано к замене, значит, все вкладыши, коренные, шатунный комплект, гильзовка блока, однозначно. Замена поршней вместе с комплектом колец. В цепи будут меняться ему основная и масляного насоса. Ну, масляный насос владелец не захотел менять. Головка, я уже сказал, будет перебрана. И, соответственно, натяжители, успокоители. Мы с вами поступим более мудро. Мы, когда перед сборкой разложим все детали, и вам покажем, что именно будет установлено новое. Ну, а сейчас еще блок поведем в гильзовку. Поддон не сказал. Но стружки в поддоне практически нет. Ну, потому что нет воздоса вкладыша. Она какая-то там что-то такое там блестит. Но за 200 тысяч у вас по-любому там что-то будет блестеть. Не это явилось причиной стука, еще раз скажу. Видите? Насос масляный. Даже если он сейчас нормальный, я бы все-таки рекомендовал его заменить. Но здесь владелец решает. Мы тут можем только рекомендовать. Ну что, ждем, когда нам блок привезут из гильзовки. Сейчас его отправляем. Оно серое. Должно быть красное. Паленым воняет. Не, ну, в любом случае, если вы не меняли, сколько? 200 тысяч, ты говоришь, да? Да. Удивительно, что вообще она сюда своим ходом приехала. И второй раз мы подтвердили то, что первое впечатление бывает обманчиво. Эта коробка с этого АИКСа, пробег на нем 200 тысяч, да? И масло здесь ни разу не менялось. Но, тем не менее, машина в удивительно хорошем состоянии, да? Что нельзя не признать. Поэтому видите, как все изменяется, когда вы просто помоете двигатель. Но масло, конечно, вообще капец. Привезли нам из нашего цеха вал с восстановленными шлицами. Видите, новая шлицевая часть устанавливается на вал и обваривается вот в места сварки. Сейчас она будет установлена в угловой редуктор, собрана и дальше построена на автомобиль. Ну что, осталось дождаться. Окончание ремонта. Привезли нам блок из гильзовки. Вот он стоит. G4KD. Загильзованный, красивый, помытый. Готов к сборке. На этом двигателе мы будем менять следующие детали. Вкладыши, шатунные, коренные. Комплект. Соответственно, мы новые поршни ставим. Поскольку блок загильзован, то и, соответственно, новые поршневые кольца ставятся. Комплект шатунные остаются старые. Масло мы обязательно зальем новое. И масло мы перед зимой заливаем 5,20. Вот такое вот. Также будут установлены новые свечи зажигания. Цепь. Привода распредвалов. Натяжитель. Все успокоители новые. Комплект прокладок у нас будет установлен на автомобильного. Это обязательно. Это как одноразовые детали или детали разового монтажа. Болты, соответственно, крепления головки ставятся одноразовые. Потому что тянутся по пределу текучести. Блок роликов натяжителя. Потому что вот старый шумит. Сейчас я покажу. Сейчас, если слышно. Где у нас микрофон? Вот так вот. Вот так вот шумит он. Вот так вот. Вот так вот шумит. Поэтому будем менять. Масляный насос владелец решил оставить новый. Поскольку тут ремонт и так достаточно дорогущий. Потому что еще мы отремонтировали коробку передач. У него полный привод съел. Мы вам показывали. Вот здесь в коробке установлен корпус дифференциала новый. Со шлицами нити. А вал углового редуктора. Редуктор насос здесь лежит. Давай покажем. Вот он. Он разобранный. Вал сейчас увезли на восстановление. Когда привезут, покажем уже восстановленный. Ну и, соответственно, поскольку на вкладышах у задиров никаких не было. Они были практически как новые. То масляный насос оставляем старый. Коленчатый вал также оставляем новый. Меняем только подшипники. Головку. Головка будет отремонтирована. Точно так же будут протерты квапана. Заменены масосъемные колпачки. Помыты дроссельной заслонкой. Ну а теперь нам осталось дождаться только первого запуска. Давайте дождемся. Ну и уж до полноты картины. Покажем вам то, что валы распределительные здесь хорошие без износа. Поэтому замены не требуют. И, как правило, ходят они долго и счастливо. Система смазки здесь устроена таким образом, что головка остается целой. Даже при неисправном масляном насосе. Ну и в данном случае у нас насос масляный был исправен. Поэтому он остается, как я уже говорил. Соответственно, да, головка будет отремонтирована. Члапана протерты. Капачки мы совсем не заменены. Валы остались старыми. Все. Ждем сборки. Так, мотор собран и установлен. Давайте его сейчас заведем и послушаем. О, как он работает. Работает он. Отлично. Давайте же подведем итог. Итак, ремонт двигателя на этом автомобиле обошелся в 56 тысяч рублей. Сюда вошло снятие, установка, разборка, сборка и гильзовка двигателя. Плюс полторы тысячи установка пламя-гасителя. Но учитывайте, что выхлопная система была уже снята. Ну и, как вы можете слышать, стуков посторонних никаких нет. Цоканье, это форсунки цокуют. Это нормально. Ну и так, продолжим разговор по стоимости. В 15,5 тысяч рублей обошелся ремонт полного привода. Итого, по работам обошелся весь ремонт в 73 тысячи рублей. По запчастям 117 тысяч рублей. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok